Слободские школьники покоряли лыжную трассу. На старт встали и спортсмены, и любители. Лично командное первенство собрало учащихся средних и старших классов. Всего более 130 человек. Участники преодолевали расстояние в 3 и 5 километров, в зависимости от возраста. Старт. 57-58. Артём Савченков занимается биатлоном более пяти лет. В этот раз гонка была исключительно в удовольствии. Погода порадовала. Погода хорошая. Лыжи ехали хорошо. В принципе, обижаюсь по самочувству хорошо. Своим внутренним результатом я доволен. Думаю, что в тройке. В старших классах 14-й школы физкультурных уроков с участием лыжного инвентаря нет. Зато есть настоящие поклонники этого зимнего вида спорта. Наша команда 14-й школы состоит половиной из лыжников и биатлонистов, и половина обычные, которые занимаются в других секциях. Боксёры, борцы. В том году выступили плохо. В этом году рассчитываем выступить получше. Ну, я думаю, что, возможно, будет третье место. Результаты соревнований пойдут в зачёт спартакиады учащихся школ. А ещё, возможно, помогут кому-то определиться с выбором спортивной секции. Много болельщиков у нас. Хорошо, что и учителя, и родители поддерживают своих ребят. И вот на финише спортивные баталии идут. Хорошо, что у нас проводится это ежегодно, традиционно. Нужно, наверное, наших школьников прививать к спорту, потому что в связи и с тяжёлой обстановкой в стране, и вот все эти гаджеты и тому подобное, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше наших ребят занималось спортом. В командном первенстве победили сборные юношей и девушек гимназии. Серебро досталось командам юношей школы номер 5 и девушек из лицея. Бронза – командам юношей лицея и девушек школы номер 7.